В нынешнем году на капитальные текущие ремонты, а также приобретение оборудования и материалов для учреждений сферы образования Черноморска из городского бюджета выделено более 20 миллионов гривен. При распределении этой суммы по конкретным заведениям, которых в городе более 30, это и школы, и детские сады, и внешкольные учреждения, особое внимание, как правило, обращается на финансирование работ на объектах первой необходимости – санузлах, пищеблоках, прачечных. О состоянии всех учебных заведений шла речь на рабочем совещании, который провел в четверг начальник отдела образования Валерий Кушнир. Кроме этого, педагоги обсудили такую важную тему, как благотворительная помощь родителей. На минувшей сессии горсовета была озвучена информация о добровольных взносах в одном из детских садов и были названы значительные суммы, которые якобы требуют родителей и воспитанников сада. По словам сотрудников дошкольного учреждения, информация не соответствует действительности. На самом деле вообще не было тех требований и слов таких в сумме, которая прозвучала на сессии. А родительские деньги мы всегда как благотворительные взносы получали, и огромное спасибо родителям, которые их вносят. Никто не заставляет родителей, если родители не сдают деньги, никаких санкций, можно сказать, не предпринимается. Спасибо большое им за помощь, потому что она реально нужна и необходима. Родители с радостью, честно говоря, оказывают услуги, которые нужны детскому саду, просто необходимы для комфортного пребывания их детей там. Не секрет, что в каждом учреждении образования существует практика благотворительной помощи родителей. Они принимают активное участие в обеспечении детей канцелярскими товарами, гигиеническими принадлежностями, игрушками и многим другим. Но сумму взносов ни в коем случае не определяют руководители школ или детских садов. Это прерогатива исключительно родительских комитетов. Именно они могут не только принимать добровольные вклады, но и контролировать их использование.